Новинка зеленого марафона в этом году инклюзивный забег. 12 участников готовятся к старту. Проливной дождь не помеха. Светлана Виноградова в своей подгруппе сразу вырывается вперед и показывает лучшее время. Сложновата погода, во-первых. Во-вторых, это не мое управление. Я хожу на костылях. И все же лучшее время в этом забеге показала Александра Теплоухова. Среди мужчин победитель Анатолий Мокин. Следом на стадион выходят дети от 7 до 13 лет. Дистанции 200 и 400 метров. Мне там понравилось то, что когда стрелили, все побежали. Я с моей подругой мы пробежали одновременно. Но мы бы могли все равно еще лучше пробежать. А это уже подготовка к основному забегу. Участники обязательно разминаются и только после этого выходят на старт. Зеленый марафон Сбербанка проходит восьмой год подряд. И в этом году его приурочили ко Дню защиты детей. 1 июня в 68 городах от Калининграда до Владивостока свои силы проверили более 150 тысяч участников. Во многих городах дистанции уже 2, 4,2 километра и 10 километров. В Москве в этом году первый полный марафон 42 километра 195 метров бегут участники. Те, кто желает, кто может, кто имеет силы. Я думаю, на следующий год мы тоже сделаем 2 дистанции, 4,2 и 10 километров. Поэтому марафон набирает силу и набирает силу по всей стране. Каждый из вас уже победитель, потому что хорошая традиция совмещать добрые дела с занятиями физкультурами и спортом. 4 километра 200 метров быстрее всех в Иркутске преодолел постоянный участник зеленого марафона Сергей Нечпарь. Его время 11 минут 55 секунд. Все время первый, второй, третий. Все время в призах. В прошлом году выиграл и в этом выиграл. Одновременно с Иркутском 1 июня зеленый марафон объединил любителей бега и в Братске. Общее число участников массового забега в Иркутской области, организованного Сбербанком, составило более 1300 человек. А вообще за все эти годы по всей стране на старт вышло около 800 тысяч человек. Яна Романова, Александр Пахомов. Новости сейчас.